Пусть у нас есть какое-нибудь пространство элементарных событий. Слава Богу, мы с вами уже довольно много разных таких пространств наизучали. Ну, бывают классические пространства элементарных событий, когда все вот эти вот элементарные исходы равны вероятности. Это мы с вами довольно долго проходили. Бывает, не классическая, бывает схема испытаний Верну. И там, как правило, эти самые вероятности разные. Но на любом множестве каких-либо объектов можно рассматривать функции. Знаете слово «функция»? Да, да, да. Что такое «функция»? Функция – это, ну, по сути, просто какое-то отображение, которое каждому нашему объекту ставит в соответствии некоторое число. Это значит... Ну, представьте себе, что элементарные исходы – это школьники, сидящие вот здесь напротив меня. Ну, то есть я случайно выпал кого-то из вас для решения задачи, например, да? Согласны, да? Вот вы элементарные исходы. Можете побыть элементарные исходы? Давайте предложим какую-нибудь функцию, действующую на вот этом множестве элементарных исходов. То есть функция, например, вероятность вы... Нет никаких вероятностей, никаких, просто функция, просто функция. Есть множество элементов. Вы можете придумать какую-нибудь функцию. Я вот придумал. Возраст. Ну, просто вот любая функция. Возраст. У каждого из вас есть возраст. Ну, там можно его в разных терминах измерять. В годах. В минутах. Рост. Прекрасная функция. Цвет. Это не функция, потому что функция должна принимать числовое значение. Если мы занумеруем цвета как-нибудь, то есть скажем, что там, каштановый это первый цвет, там, русый это второй и так далее. Буланы это третье. Что такие буланы? Буланы это не человек, это лошадь. У людей есть специальный тоже набор цветов, очень забавно там они называются. Я тоже не всех помню, что означают, там, буланы, соврасы, там, вороной какой-нибудь и так далее. Ну, вот все цвета перенумеровали, тогда, конечно, мы можем каждому человеку, вот здесь сидящему, сопоставить номер его цвета, да, это тоже функция, вполне. Так. Число. Вес. А? Вес. Вес прекрасная функция. Число задач, которые вы прорешали на каких-то уроках. Число зубов. Число зубов прекрасная функция, да. Да, очень мне нравится. Понимаете, то есть, если вам задано какое-то множество объектов, например, множество людей в этой аудитории, то, конечно, вы можете посчитать ту или иную функцию от каждого из этих объектов. Никого не смущает такое обстоятельство? Нет. Вот теперь у нас есть просто какое-то абстрактное множество, ну ладно, ну пусть оно, например, состоит из графов. Из всех два в степени цейзан полного графа, да. Там тоже есть функции. Какие есть функции на графах? Вот граф на вас упал с неба, какую функцию от него можно посчитать? Количество вершин. Ну, количество вершин, оно все-таки там дано, оно, n равно, оно, но это тоже, кстати, так же, это тоже функция. Константы, это тоже функция. То есть, например, число глаз у людей, сидящих в этой аудитории, это тоже функция. Ну, прости, Господи, но не дай Бог, здесь мог бы появиться человек, у которого одного глаза нет, например, или слепой. Ну, тогда эта функция была бы нетривиальной. На этом множестве, слава Богу, она вполне содержательна. То есть, она вполне содержательна с точки зрения здоровья, совершенно без содержательна с точки зрения математики. Потому что она равна двумя. Всегда. Но, поймите, это тоже функция. Функция может принимать постоянное значение на множество. Можно посчитать в графах количество пересечений его рыб. Это сложно, потому что непонятно, что это значит. Это зависит от того, как мы его расположили на плоскости. Это неоднозначно определенная функция. Но однозначно определенная функция, это, например, количество ребер. Вот уже количество ребер это что-то более содержательное, чем количество вершин. Правда же? Можно посчитать более интересное, что это количество треугольников. То есть, трое точек, которые попарно соединены. Количество циклов можно посчитать. Да, то есть, функции могут быть самыми разнообразными. Поскольку мы считаем, что граф на нас падает с неба, поскольку мы считаем, что человека в этой аудитории на роль решателя задачи я выбрал случайно, то в теории вероятности любая функция зачем-то называется случайной величиной. Такое слово просто. То есть, вот функция равная весу, это случайная величина в том смысле, что если я сейчас закрою глаза, вот так вот покручу пальцем, вот кого-нибудь ткну, вот я нашел человека, да, все, она уже после этого вычислится однозначно, она не случайна, вы знаете свой вес. Я вас нашел случайно, но после того, как вы реализовались, выявились вот тут напротив меня, естественно, ваш вес я уже знаю. Вот любая функция называется случайной величиной. Функция – это просто то же самое, что случайная величина. Это чистая терминология, больше ничего. Я думаю, что так понятно, да? Что такое случайная величина. А теперь понимаете, что в случайной величине можно посчитать в некотором смысле среднее значение. Да. Ну, например, вот вы сидите в этой аудитории, функция – это вес. Мы же можем посчитать ваш средний вес. Да. Сложить пять чисел, разделить на пять, да? А теперь смотрите, более хитрый вариант развития событий. Представьте себе, что я выбираю одного из вас не согласно классической схеме, то есть не просто с вероятностью 1,5, а с какими-то разными вероятностями. Ну, а что такое? Можно такое быть, нет? Да. Можно, правда? Ну, там, я не знаю, вы какими-то перегородками загорожены, поэтому ткнуть в одного мне более вероятно, чем в другого. Представьте себе, что вероятность того, что я ткну в вас, например, это, ну, скажем, 1,10. А для остальных она, допустим, одинаковая, то есть 1,25 от 9,10, 9,40. Понятно, да? Но в сумме должна получиться единица, обязательно. В сумме должна обязательно получиться 1,10, 9,40, 9,40. Сходится, да? Или я ошибся? Да, сходится. Сходится, ну, должно, вроде, 9,10 поделили на 4, да, 9,40, ну, нет, вроде должно получиться. Вот, значит, вот, а тогда как вот, вот как посчитать средний взвешенный вес, так сказать, или средний взвешенный рост? Ну, если с большей вероятностью я тыпаю куда-то сюда, нежели сюда. Наверное, надо присвоить больший вес тому весу, который с большей вероятностью возникает. Ну, просто потому, что в вероятностном контексте, если вы будете садиться в лифт, то скорее, вот, тех, кого я выберу случайно, да, то перевесят тех, кого я выбираю с большей вероятностью. Вот идея понятна, да? Поэтому, смотрите, у нас же задано какое-то пространство, амеры, и у каждого элементарного исхода есть какая-то своя вероятность. Я могу их просто обозначить, P1, P, M. Могу так? Да. В классическом случае все эти вероятности равнялись единице поделить на n. Ну, а в общем случае они какие-то, вообще говоря, разные, но при этом сумма этих вероятностей обязательно равна единице. Потому что иначе некорректно просто. Получится. Сумма этих вероятностей обязательно равна единице. С графами там так было, потому что эту схему испытали и вернули. Всегда так было. Так вот, давайте взвешенное среднее, о котором я сейчас толковал, и назовем математическим ожиданием. Такой тем. Математическое ожидание. Математическое. Ожидание. Случайной величины. Ну, и функции. Что тоже самое. Математическое ожидание. Случайной величины. Его принято обозначать, например, вот так. Давайте случайную величину как-нибудь обозначим х. Чтобы вас сразу не попнуть. Вот х – это та самая функция. Х – это, например, въезд. Да? Или въезд. Или число треугольников в графе. Вот х – это такая функция. Математическое ожидание этой функции, этой случайной величины, по определению, есть сумма по и от единицы до n, х от омега и t умножить на b и t. Ну, то есть мы перебираем все элементарные исходы вас, например, в этой аудитории. Для каждого вычисляем вес. Вычисленный вес умножаем на вероятность того, что я именно вас выбрал. И все такие величины складываем по людям в этой аудитории. Или если речь идет о графах, тогда здесь слагаемых будет сколько? Если о графах речь идет, сколько будет слагаемых? Количество вершин. Ну, 2 в степени c из n под 2. Сколько графов есть, столько слагаемых не будет. Да. Вот здесь было 5 человек, а графов 2 в степени c из n под 2, где n количество вершин. Вот будет 2 в степени c из n под 2 слагаемых. Мы для каждого графа посчитаем, сколько в нем треугольников. Это количество умножено на вероятность этого конкретного графа и по всем графам просунило. Понятно? Это называется математическое ожидание случайной величины. Так вот, есть замечательное свойство этого самого математического ожидания, которое позволяет математическое ожидание очень легко считать. зачастую. Но тут, чтобы это свойство понять, нужно еще пару слов сказать, чтобы было совершенно понятно, что происходит. Вот есть какая-то функция x. Например, вес. Да? Что значит умножить эту функцию на число? c – это какое-то вещественное число. Что значит умножить эту функцию на число? Понятно? Ну, взяли, например, 7 здесь написали. Это усиленный вес просто. cx – это новая функция, которая равна, например, вашему весу, умноженному на c. То есть это не ваш вес, а ваш вес, умноженный на c. Но это функция тоже. А что значит сложить две случайные величины? Две функции. Это тоже функция, правда? Например, x – это был вес, а y – это был рост. Ну, вот вы вычисляете для каждого человека сумму его веса и рост. А можно еще вот так. c1 и c2. Прибавляете к усиленному весу в корень из двух раз увеличенный рост. Да. А как может быть, когда вес рост? Мы же можем подать? Нет, ну число же получится, товарищи. Почему не можем? Можем, конечно. Число же получится. Оно бессмысленное, но оно получится. На каких-то конкретных примерах вы увидите осмысленность складывания случайных величин. Но на этих примерах, которые призваны пояснить вам, о чем идет речь, ну, конечно, наверное, какие-то глупости. Нельзя складывать, как учителя иногда говорят, знаете, нельзя складывать крокодилов с карандашами, там, решение такое, да? Нельзя складывать несопоставимые объекты. Но числа-то числами складывать можно. Может, вы на выходе получите глупость, как вы уходите. У меня вообще был замечательный одноклассник в свое время, который вообще не хотел учиться в принципе ничему. Ни физики, ни математики, ни ничему. У меня до сих пор где-то там в дальнем углу хранится его уникальная контрольная работа по физике. Это анекдот, который я все-таки должен рассказать.